Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Когда мысли являются или становятся грехом? Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, говорит апостол Павел в послании к римлянам. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Господь говорит, что любой грех начинается с помысла. Всякий смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Мысль или помысл практически прос балы, буквально вброс, то, что тебе предлагается. Эта мысль еще не является грехом. Когда я понял, что мысль, появившаяся в моей голове, греховну Богу неугодна, но не прогнал ее, тогда я согрешаю мыслью. Если я ее не прогоняю дальше, лелею ее в себе, обдумываю, рассматриваю ее, тогда начинается та стадия, которая у святых отцов называется пленение. И потом, если я часто позволяю себе возвращаться к греху мыслью, я могу согрешить и делом. У святых отцов очень подробно вот это возрастание помысла и пленения им души рассматривается, объяснено. Есть эскетическая литература достаточно большая, надо ее просто читать. Но грех может быть мыслью. Я могу, например, не совершать грех только потому, что если я подойду и ударю человека, которого я ненавижу, мне могут дать сдачи, во-первых, а во-вторых, я могу попасть в тюрьму. Поэтому я не краду чужое. Но грех во мне живет. Вот если я не беру чужое даже тогда, когда этого никто не увидит, и меня за это никак и никогда не накажут, тогда во мне этого греха нет. Если человек не соглашается на прелюбодеяние, даже тогда, когда его какой-то другой человек к этому склоняет, и не просит от него никаких обязательств по этому поводу, тогда человек верен своей жене, а не тогда, когда он идет и сам ищет этого греха. То есть вот грех мыслью, грех внутри человека, он может быть, причем он живет очень долго. Вот в древнем патриотике есть удивительный рассказ о преподобном Иоанне Колове. Колов значит маленький. Это был такой небольшого роста человек, святой жизни, который был духовником очень многих монашеских общин и живших в V веке в египетской пустыне отшельников. И вот к нему однажды пришли молодые братья и стали его обличать. Они ему сказали, «Ты гневлив, ты гневливый старик, да, я раздражительный, грешен. Ты завистлив, да, я действительно, у кого чего лучше получается, я завидую. Ты блудник, есть во мне этот грех. Ты сребролюбец» и так далее. Потом говорят ему, «Ты еретик». Он говорит, «Нет». Они говорят ему, «Авва, прости нас, пожалуйста. Мы слышали о твоем смирении и пришли испытать тебя нам для назидания. Почему ты тогда говорил, что ты грешен, а здесь ты отрекся?» Он сказал, «Если я скажу, что я не православный, что я еретик, я отпаду от церкви. Несмотря на все мои грехи, я принадлежу к телу Христову. Я не могу свидетельствовать об обратном. Но все те грехи, которые вы перечислили, я оставил тогда, когда пришел в монастырь. Это было там 50 лет назад, допустим. Но, возможно, они во мне продолжают жить. И при стечении обстоятельств, возможно, я впаду в грех. Поэтому, чтобы не возноситься, я говорю, что да, как возможность, они во мне все живут. Поэтому и в нас грех мысли может продолжать жить. Но, конечно, он значительно меньше, чем грех делом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.